Партнер программы «Открытый эфир» – сеть цветочных салонов «Крона». Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном программе «Открытый эфир» я, Владимир Банчиков, и сегодня гость нашей студии Жаргал Васильевич Бадмуцеренов, ну это я так по-взрослому, потом объясню, актер, сценарист, режиссер, человек, которого, наверное, знает все СНГ, да, а может быть даже и дальше. И дальше, в Китае точно знаю. В Китае точно знаю. Жаргал Васильевич, я знаю, что ты любишь, когда к тебе именно так обращаешься, нет? Да, молодое поколение, конечно же. Хорошо, да, можно жаргал. Можно жаргал. Очень сильно хочу причислить себя к молодому поколению, но цвет волос как-то выдает. Ну и тут тоже. Расскажи, пожалуйста, о себе, о твоем творческом пути вообще, вот как ты в жизни пришел к тому, что тебя показывали по Первому каналу. Но об этом чуть позже. Давай. Ну, я начал играть в КВН по студенчеству. Приехал, поступил. Откуда? Я приехал из Якутии. То есть у меня отец, папа якут, мама бурятка. Родился я в Орангое, здесь. Мне исполнилось годик. Меня таким вот взяли и увезли туда. Ты знаешь, что сразу перебью. Смешанные браки, они, видимо, какую-то специальную дают постановку в жизни. Вот был буквально вчера у нас Ирлан, перед тобой, тоже полубурят, полуказах. Ты полубурят, полуикут. Ну да, что-то есть. У меня знакомый есть полутатарин, полубурят. Вот тоже. И у него тоже знакомых много вот таких. Тоже КВНчик. Он тоже, как хорошен КВНчик, да. И что-то есть такая черта, червоточинка такая. Что-то все заметите, где-то там посмеяться, подшутить, где-то подколоть. Ну вот есть такая, да. У всех, наверное, из этого. А поступил в какой университет? Поступил сюда, в БГУ, на восточный факультет. Проучился в общей сложности три года. Все три года я проучился на первом курсе. Меня очислили. Вообще замечательное достижение. Так получилось, что меня очислили на первом курсе. Не знаю как, не заметил даже сам, что меня очислили. Уехал обратно в Якутию. Думал, да ну его, поеду-ка я отсюда, обратно в свои родные пенаты. Уехал. И на следующие лет опять приехал, потому что соскучился, тут друзья еще появились. Приехал и поступил опять на первой курс. Декан удивлен был, когда читал фамилию. Бадмацаренов опять ты что ли? Я говорю, да. Ну у нас там такие своеобразные отношения были. Мы друг друга очень сильно замечали на факультете, скажем так. И все. И так получилось, как-то опять не заметил. Меня второй раз очислили почему-то. Из-за кого-то. А ты вообще там появлялся? Я появлялся, я ходил, я сдавал экзамены, я сдавал на 4-5. Четверку получил только из-за того, что на пару вопросов дополнительных не смог ответить. Поставили 4. Ну в основном я учился на четверке-пятерке. А за что очислили-то? Это все наверное... Ну нет, если это секретная история, то возьму. Это не секретная история, это скорее всего просто КВН. Большой город, я жил в маленьком поселочке там, в Викуте. Приехал в большой город, столько соблазнов. Как бы учеба отошла на второй план. Так что я хочу сказать, что учитесь. Учитесь и еще раз учитесь. Потому что учеба сейчас это самое главное. Вот мне мама говорила, мне родители говорили. Учись, учись. Я им не верил. Я говорю, да ладно, ладно, ладно. Сейчас я превращаюсь в своих родителей. Я хочу сказать всем молодым, учитесь, учитесь. Еще раз учитесь. Что-то должно сесть в голове. Тебе для этого, чтобы уж совсем со стопроцентной ответственностью такое заявлять, он самому закончил университет? Или ты в конце концов закончил? Я в конце концов получил диплом, скажем так. Это как? Ну вот так, у меня есть диплом. Но не восточного факультета. Не восточного. Теперь уже институт. Я социальный работник. А, ну это по диплому. Это нормально? Это, ну скажем так, это приятно. У меня есть высшее образование. Замечательно. Жаргал, вот как вы попали, как вы создали команду, легендарную абсолютно команду КВМ Байкал, которую вот сейчас цитируют по юмору ФМ, который часто показывают по телевизору во всяких разных, на других каналах. И с удовольствием я всегда смотрю, слушаю, замечательный такой бурятско-иркутский, бурятско-русский, так скажем, юмор, да, такое сочетание шикарное. Да, сочетание получилось шикарное. А получилось все потому, что мы выступали бурятами сперва отдельно. От республики Бурятия мы выступали. Ну, в силу, допустим, недостаточного финансирования, опять так скажем, мы не смогли добиться каких-то высоких результатов. Мы выступали в премьер-лиге, потом не смогли приехать из-за, опять же, финансовых затруднений на игру. У нас получилось там маленькие такие недопонимания с администрацией. И все, и мы после фестиваля, очередного сочинского фестиваля, мы в Домодедово уже, будучи на пути домой, мы встретились с иркутянами, которые тоже как-то в пустую съездили тут же, по-моему, они без результата. И вот мы два таких поникших объекта, соседа, встретились там в Домодедово, а они к нам подходят и говорят, ну, давайте объединимся. Говорим, ну, у нас разный стиль, мы такие все такие немножечко, а вы такие все правильные, красивые, а мы такие, а-а-а-а. Давайте вот это и попробуем. И попробовали, поехали в Благовещенск, в Благовещенске, ну, так, сборной команды. Первый наш опыт в Благовещенске, кубок в Благовещенске был. Мы порвали там всех вообще, мы сами в эйфории, и все, как назовемся, и название у нас не было. Как придумать? А давай Байкал назовем, что еще нас объединяет? Байкал, давай назовемся Байкал. Ну, Байкалом назвались, поехали в Сочи, там отлично выступили. Ну, по-моему, даже какой-то приз там. Да, мы получили приз, и потом стали вот Байкалом ездить. И самое главное, иркутяне, сами по себе, они очень многое научили нас, и мы тоже дали очень много иркутянам, и такое получилось. И сейчас мы по отдельности работаем, сейчас успехом иркутяне продвигают КВН туда, на Первый канал. Ну, а мы там почему потерялись? А мы потерялись, скорее всего, но если по-серьезному говорить, то мне кажется, у нас не хватает структурированности. У них прямо инфраструктура, они вот умеют насаждать структуру, дисциплину, кто за что отвечает. Это опять же, скорее всего, деньги, потому что штат расширяется. У нас было несколько администраторов, у нас был директор отдельно. В бурятской команде обычно, кто играет, тот и занимается реквизитом, билетами и так далее, размещением. А у них это все распределилось на людей, и мы занимались только творчеством. Это было золотое время, когда я вспоминаю, это было просто замечательно. Мы просто занимались творчеством, все остальное делала административная группа. И это дало результат. То есть структура, дисциплина и так далее, это все-таки дает результат. Талант – это не самое главное. Я вот с тобой не соглашусь здесь в данном случае. Ну да ладно, это мое мнение. Я знаю, что ты, по признанию самого Маслякова, был и остаешься наверняка одним из лучших актеров КВН. То есть тех людей, от которых народ балдеет, смеется. От твоих шуток, от твоей походки, от всего того образа, который ты создавал на сцене КВН. Вот как ты можешь вот это прокомментировать? Не знаю, тут… Или для тебя такие мои слова откровения? Не мои слова, Маслякова. Ну, на самом деле откровения. То есть Александр Васильевич, я вообще не знал, что он как-то даже реагировал на меня. Мы с ним просто перекидывались пару фраз во время перерывов. А так в основном работали с редактурой. То есть там нас и хвалили, и ругали, и так далее. Все было. Я не знаю, вот мне кажется, это все идет от внутреннего. Ну, то есть это… Вот я знаю, что надо так ходить, надо так говорить. Вот откуда-то я это знаю, я так и делаю. Я даже спорю, когда я точно знаю, что надо так сделать. Я спорю с редактором, спорю со своей командой. Я говорю, что надо делать так, потому что я это чувствую, так и надо делать. Я вот делаю, и получается. И со временем это получается в такую уверенность. И вот буквально в последние игры наши эта уверенность пропала. То есть это стало уже рутиной КВН. То есть когда это было в новинку, в диковинку, когда хотелось, огонь в глазах. А потом это было в рутину, и я уже сам начал замечать, что стал ходить так, как хотят видеть другие. Не стал спорить с редакторами, так скажем. Перестал спорить не потому что не хотел, а потому что устал, наверное. Ну, это то, что действительно превратилось в работу. Изо дня в день, КВН, шутка, ночами не спишь, придумываешь. Все-таки немножко устаешь. Я вот такой человек, я вот когда устаю, все, я остановлюсь. Ну, как все. То есть тебе уже это неинтересно? Было, было. А сейчас? А сейчас, ну, со временем, поздно, наверное, мне кажется. Сейчас очень много других вариантов. Да, КВН это не самое главное. КВН он что-то дает, а потом в жизни очень много вариантов, очень много вещей, куда можно предложить усилия, проявить свое творчество. Можно попробовать везде себя. И очень сейчас хочется попробовать себя везде. Везде, что ты имеешь в виду? Везде, я имею в виду, там, где можно предложить творчество. Я вот, допустим, сейчас пробую на телевидении себя. В качестве? В качестве креативного редактора, скажем так. Вот я так сам придумал такую формулировку. Достаточно замысловатая. Замысловатая, да. Креативный редактор, это круто вообще. Ну, меня так научили. Я говорю, а кем у вас работает? Я в Информ-Полисе, а это газета, да? Скажем так. А там, ну, там есть сайт просто. И на сайте разный такой телевизионный. Ну, видеоформат выкладывается периодически. Я говорю, а кем у меня работает у вас? Он говорит, давай ты будешь креативный редактор. Я говорю, отлично, замечательно. И звучит хорошо. И ответственности минимум. Ну, давай закончим тогда на КВН. И все-таки самые интересные, на твой взгляд, шутки. Там что-то вспомни, какие-то истории, связанные именно с КВНом, именно с высшей лигой. Ой, вы знаете, интересное, веселое. Или все так грустно, как Ирлан говорит, мы смеяться не умеем вообще. Юмор понимаем, мы смеемся над такими вещами, над которыми большинство народу просто скажет, и что? То есть, а обычные шутки, мы как бы их пробиваем заранее уже, чем они закончатся. И когда нам рассказывают, мы из-за приличи, конечно, проспеемся, да-да-да, это очень смешно, но чтобы не обижать человека. На самом деле, очень многие вещи, они предсказуемы. Я не знаю, я сейчас хочу рассказать тогда такой случай, который был вне КВНа, он был в КВНе, но не на сцене. Мы однажды с ребятами решили, ну, мы сыграли игру, потом у нас пригласили нас в Казахстан, на съемки какой-то передачи тогда зарождалась там YBW, YBW, то есть, white, yellow, black, по-моему, там, не живут. Да-да-да, вот они сейчас выпускают различные передачи. И они пригласили нас, у них там юморическая передача была, они пригласили нас, сказали, приезжайте к нам. Все, мы такие, ура, конечно же, приедем. Да-да-да, вот все, в аэропорт билет купили нам, мы просыпаемся утром, да, еще рано, говорим, еще целый час, нормально успеем. Потом подходит время, мы садимся в такси, едем туда, и мы не рассчитали, что там есть пробки просто, и мы просто не приезжаем туда, и нам звонят, мы в пробке, самолет уже улетел, мы уже в этой пробке остались, и, ну, вот такой вот забавный случай, который, возможно, ну, я о нем, кстати, жалею до сих пор, то, что, возможно, что-то получилось бы, если мы уехали. Попали бы в Казахстан. Кстати, вот казахи, да, вот я вот замечаю, юмор вот все-таки наш бурятский, да, и казахский, казахстанский, он отличается от юмора общепринятого в России. Вот на той взгляд, почему, и как ты, живя, прожив большую на тот момент часть своей жизни все-таки в Якутии, да, вот смог пропитаться нашим местным бурятским юмором, таком основанном на Головарских, там, на Чавских, всяких вот этих вот делах. Я просто здесь вырос, и через всю эту школу прошел сам. Ну, я впитал это все, когда только приехал. Очень быстро. Да, за полгода, ну, мне на это надо было. Я, так сказать, я все понял, сразу все начал знать. Я выучил пару фраз универсальных, и их использовал, и как бы нормально жил. Ну, а вот Чавский и Головарский юмор, ну, это не показатель бурятского юмора. На самом деле, бурятский юмор, он менталитетный, он почему похож на казахский, потому что там иносказательный он. Он, ты никогда, бурятский юмор, он никогда не шутится прямо в лоб. Он, так сказать, через справа, слева, сбоку, но никогда прямо. Вот это и есть такая черта, наверное, бурятская, наверное, азиатская черта, скажем так. Когда не говорят прямо, а говорят намеками, полунамеками. И вот это вот в колоде присутствует. И вот, знаете, очень многие путают с казахами именно в плане юмора. Он говорит, о, это как казахи шутят. Вот, что это же буряты. А, да, вообще, ну, удивляются. Потому что есть такой, очень, очень похожий, да, такой иносказательный немножечко. Ну, это есть, и оно похоже, и это хорошо, не считаю. Ну, знаете, вот есть такие шутки, которые нужно долго догонять. Ну, то есть для западного зрителя получается долго догонять. А мы уже привыкли, наши зрители уже привыкли. Мы раз пошутим, ха-ха-ха-ха-ха, и так волнами смех идет, знаете, от первых лет доходят, да. Вот приятно. А бывает, что по формату мы загоняемся, потому что у нас 5 минут регламент, телеверсия на высшей лиге имеется в виду. И нет времени ждать зала. Ну, и мы на темпе идем, идем, джум. Мы пошутим, начинается нам уже надо следующую шутку говорить. Мы говорим, уже следует шутку, там уже опять реакция затухает. И вот у меня есть друг, он сам меня отсиделся, он в Саратово, он мне посмотрел КВМ, он говорит, я вообще не понимал, Бурят, Байкал, что вы там шутите? Так понимал некоторые вещи, некоторые вещи не догонял. Что за юмор, да. И только сейчас, говорит, начал понимать. Вот до него, видите, с хосьбой да докатилось. Ну, это вообще какой-то сильно завуалированный, видимо, юмор. Да обычный, нормальный юмор, да. Ну, для нас обычный. У тебя, Жаргал, очень обширная фильмотека. Вот я смотрю, ты в качестве режиссера снял три фильма. Ну-ка, так. А ты сам тоже про это первый раз слышишь, да? Нет, не первый раз слышу, я вообще не знаю, какие три. Бузы, 2013 год, Улану Дэнс, 2011, Чайник, 2010. Да, 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 участвовал. Участвовал в качестве режиссера, актера? Участвовал в качестве режиссера в Чайнике, в качестве режиссера. Ну, я пытался участвовать в Лан Дэнсах в качестве режиссера. Да, мне получилось, я заболел, уехал. На долгие три месяца вернулся, там уже все уже снято. Так серьезно, заболел или? Ну, да, там со здоровьем была проблема, я уехал и... Понятно. Какие из твоих фильмов, да? Ну, плюс еще к этому сразу же добавлю, да? Как актеры, это Пахабовская, Обратная сторона Сибири, 2013 год, на Байкал 2, на Бордаж. Ну, и еще одни Бузы. Бузы, да. А, нет, 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 я имею в виду, в качестве, ты сценариста, актера, задействовал в этих проектах. Вот какой проект для тебя самый, ну, любимый, самый удавшийся, на твой взгляд, какой нет, почему, и как дальше будет развиваться наше смешное бурятское кино. Я не говорю сейчас о бандитских фильмах-то каких-то. Ну, мне кажется, самое удачное. Ну, вот мне нравится «Чайник», потому что там было, не было... Ну, еще тогда не знали канонов, правил, и всяких режиссерских случаях. Вы фактически первопароходцы были? Да, мы, то есть, сделали так, как нравилось, как мы хотели. То есть, возможно, это в разрез правилам шло, но мы делали, как хотели, и большинство шуток народ понял, прям он вкатил чайник. Мне нравится этот фильм. Хотя там очень много ошибок, конечно, совершенно. А самое неудачное, мне кажется, все-таки «Улан Уденце», это в плане режиссуров. Это потому что тебя три месяца не было. Да, даже... Тем более ты болел. Даже если бы я был, все равно, мне кажется, ну, там, мне кажется, не хватило прямо работы, именно физической работы, приходить, вставить, терпение, работая, работать. Лень победила? Все делалось быстро. Ну, «Ленца», так сказать. «Ленца» немножко вот дала себе знать на этом фильме. А так, в принципе, если бы прям взяться и сделать, «На волне чайника» просто решили сделать еще раз, и... Ну, мне очень нравятся «Бузы», очень нравится этот фильм. Я его пересматриваю, мне нравится там все. Я не знаю, ну, я знаю, что не всем нравится вот этот, в плане юмора этот фильм. Возможно, там, он не брыжет таким юмором, но там есть такие вещи, которые... Не искрит. Не искрит. Но мне нравится все равно, там есть такие вещи, которые заставляют просто по-другому взглянуть на себя человека. Я вот старался вот так сделать. То есть некоторые так с легким таким подколом. «Надя, посмотрите, вот так вы выглядите со стороны, бывает очень часто». И многие увидели, даже, может быть, не зная того, но очень хочется верить, что вот прям привнес. Потому что я в этот фильм вкладывал именно вот такую. И очень трудоемкий фильм был «Пахабовск». Это очень трудоемкий. Вот там реально была пахота, пахота, еще раз пахота. То есть вы же снимали не только Лан-Удэ, по-моему, даже вообще в Лан-Удэ снимали. Да, в Лан-Удэ сняли пару кадров и все. А так, в основном, эта работа была в Иркутске. Тоже с КВНщиками? С Иркутскими или нет? Да, с КВНщиками, с Иркутскими, которыми Байкал делали. Они просто позвали и сказали, давайте сделаем. Я приехал, давайте что надо сделать, надо то-то-то-то-то. Давайте сделаем. И мы на месяцев пять, наверное, ушли в такую пахоту. Вот с утра до вечера. Спали часов в шесть, наверное. Там, причем, звезд задействовали и российского уровня. Да, это все. Вот Юрий Яшников, он как продюсер, конечно же, меня вообще порадовал. Помимо того, что он первый раз этим занимался. Первый раз занимался и сразу же начал вот с таких вот высот, скажем так. Он сразу стал звать звезд. Сразу стал. И они очень хорошо работают, звезды. Прям радостно их смотрят. Они трудолюбивые очень. Мне вот нравится. Поэтому и звезды. Да, они вот каждую свободную минуту, допустим, у нас перекур какой-то, операторы расходятся. Наши актеры тоже расходятся, в телефонах или еще. А вот Демидов Александр, да? С квартетой. Да, вот он ходит и репетирует, ходит и репетирует, ходит и репетирует. Это профессионализм высокий, это школа, это все. Какие, на твой взгляд, я еще хочу повторить свой вопрос о перспективе нашего Брестского кинемаурова? Мне кажется, в этом плане, хочется сказать, даже не в плане, если не брать весь кинемаурова, мне очень нравится фильм «Решало». Знаете, ну, смотришь, да. Там такая ситуация, мне очень нравится именно стилистика этого фильма и жанр, не криминальный жанр, а именно как снято, снято очень приближенно к жизни. То есть там не было дорогих декораций, не было, допустим, очень выставленного света, да, везде, допустим. Но снято так, знаете, как полудокументально. И в этом плане это дает повод задумываться, а то, может быть, действительно в таком русстве снимать, то есть приближенно к реальности. То есть это недорого, и это как бы интересно. И это на Западе тоже становится модно. На Западе, имея в виду, на нашем Отечественном Западе, Москву и так далее, очень модно становится снимать в таком жанре, где все приближено к жизни. Ну, я считаю, вот, это вот хороший вот такой фарватер движения, вот, Брестского кино, потому что у нас денег нет в республике, мы не сможем снимать на дорогих декорациях, мы не сможем снимать дорогие фильмы. Да это и не нужно, наверное, для этого Голливуд существует, и Никита Сергеевич Михалков, поэтому... Да, на их поле мы их не переплюгиваем. И, конечно, нет, возможно, сценарно как-то, возможно, как-то сюжетно. Вот, брать именно игрой актеров. Их так-то не так уж много у нас, оказывается, в Бурятии, ну, которые согласны, допустим, за бесплатно помочь. Но, вот, я думаю, вот в таком жанре, в приближенном к реальности, вот, можно. Это феномен, кстати, это, да, потому что... Ну, я вот, что посмотрел, это пришало вот единственный продукт, который так пошел хорошо именно вот на других зрителей, на «Не Бурятию», скажем так. Мне понравилось. Ну, хороший такой жанр, мне хочется. Следом за вами, кстати, пошли твои земляки-якуты, да, я так думаю, что следом за вами пошли, а у них там деньги-то как раз есть. Ой, у них всегда было много фильмов. И денег много всегда было много фильмов? Да, у них всегда было. Но почему мы о них ничего не... Вот в этом-то и, как сказать, соль. У них все фильмы, они для внутреннего пользования, и у них на эти фильмы, на местные, ходят больше, чем на блокбастер. Это я вот из достоятельных сочков знаю, что они там, их делают, население само уходит именно на них, дают предпочтение своим фильмам. Это такой патриотизм или... Это, скорее всего, да, такой патриотизм, такое желание именно поддержать своих, и они ходят, и они ходят, и ходят, и ходят больше на своих. И у них очень много фильмов, я смотрел, одни названия очень много. Есть такие серьезные работы, прям, там действительно, талантливые художники есть, постановщики, там есть фильм про, я не помню, про снайпера якутского, и он с точки зрения, вот, допустим, постановки очень-очень качественные. Он, например, на чем-то советские фильмы, вот, про войну старые, там все так в пыли, вот, все так красиво художники там работают. Жаргал, все-таки ты человек веселый, позитивный, да, у тебя есть любимый анекдот? Анекдот? Я с этим вопросом сейчас пристаю уже не к тебе одному, а... У меня есть... Ну, или какой-то такой анекдот, который вот, вот, можно всегда рассказывать, даже детям. Вот-вот, вот в этом-то и проблема. У меня есть один анекдот, он очень смешной, мне нравится, но почему-то это его нельзя рассказывать в эфире. Давайте я вспомню тогда такой, который можно рассказывать в эфире. Да, желательно. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот недавно вы мне рассказали и смеялись почему-то, но я расскажу. Попали как-то на необитаемый остров русский, американец и бурят. Сидят, значит, они на этом острове и раз, нашли лампу джина. Потерли, вылетает джин, говорит, ну, давайте вспомним ваше желание. Что вы заказываете? Ну, русский, я заказываю, короче, друзей, банду сюда, ящик водки, ну, и погулять так нормально. Хорошо, американец, что ты заказываешь? Американец говорит, я заказываю самолет, и я хочу уйти отсюда. Буря, ты что заказываешь? А мне три позы и чай. Хороший наш местный, местный, такой классный юмор, замечательный. Жаргал, к сожалению, время нашей программы подходит к концу, и по традиции я предоставляю тебе слово, мы, наша программа выходит в выходные, в праздничные дни, в новогодние каникулы. Вы наши, пожалуйста, своими поздравлениями, вращениями к нашим телезрителям. Ну, что я хочу сказать, я сейчас, в последнее время, перед новогодние праздники, или вообще новогодние праздники, я вижу очень много таких же людей, как я, или, может, постарше, которые теряют это чувство праздника, которые говорят, ну, Новый год не чувствуется, как-то все так. Я говорю, это все от лени, друзья. Надо не лениться, надо уметь устраивать праздники себе, своим близким, образование, вот что-то придумывать, какие-то сабантуйчики, не надо терять этого, не надо терять от этого чувства праздника. Давайте, это все дело не в каком-то ощущении, не в стране, не в обстановке, все дело в тебе, все дело в твоей лени. Не надо лениться, надо сделать праздник своему другу, соседу, близкому, жене, свои сюрприз устроите. Сделайте, не ленитесь, и все будет хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Жаргал, спасибо за участие в нашей программе, хочется тебе пожелать здоровья, тебе приходится пожелать, потому что ты такие страшные вещи рассказываешь, что у тебя были проблемы, надеюсь, что у тебя их не будет ни в этом году, ни в ближайшие 30 лет, давай так, это нормально, нет, мало, 40, 40 лет. Творческого роста, не останавливаться на месте, ну и чтобы год вот синие деревянные козы принес тебе только положительные эмоции. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, в гостях программы «Открытый эфир» был Жалгал Бунцеренов, сценарист, режиссер, актер, фронтмен легендарной команды КВН «Байкал», который узнает полмира без ложной скромности. Я Владимир Мальчиков, прощаюсь с вами, всего вам самого доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!